В Германии Opel явный аутсайдер, не чита BMW, Mercedes и группе VAC. С середины 90-х и до последнего времени концерн не мог похвастать даже собственным бизнес-классом. Вокруг марки сложились прочные стереотипы. Англичане шутят, что Opel значит Old People Ending Lives, то есть машина для стариков, которым недолго осталось. Немцы приговаривают, любая машина со временем становится Opel. Хотя в 20-х годах прошлого века Opel был самым успешным немецким автогигантом. В начале 2009-го фирма берется поправить репутацию. Insignia врывается в бизнес-сегмент и становится автомобилем года в Европе. Честно говоря, объективность жюри сомнительна. Непроверенная Insignia обошла в борьбе за приз даже Volkswagen Golf. Но победителей не судят. Дизайн серийных Opel кому-то радует глаз, а на кого-то нагоняет скуку. Например, Astra выглядела бы актуально лет 10 назад, хотя пропорции и компоновка вполне современные. При этом дизайнеры не стоят на месте и удивляют свежими идеями. Концепт Ampere тому пример. Дизайнерский отдел Opel любезно предоставил нашей программе официальную видеопрезентацию. Здравствуйте, я Маль Калемборд. Сегодня я расскажу вам о дизайне новой Ampere. В Ampere сочетаются инновационная силовая установка, просторный четырехместный салон и минимум вреда для окружающей среды. Передняя часть Ampere очень гладкая и выразительная. Бумары в форме бумеранга сделаны по мотивам концептов FlexStream и GTC. Внутри красивые хромированные вставки, выглядит очень современно. Логотип органично встроен в решетку радиатора. Воздухозаборник занижен и в сочетании с фарами прижимает контур передка к земле. Эти элементы покрыты прозрачным полимером, что придает большую выразительность и объем, делает машину более аэродинамичной. Аэродинамика – это очень важная составляющая в дизайне Ampere. Инженеры и дизайнеры работали сообща много месяцев и создавали этот прекрасный кузов. Вы видите линии передка особую форму зеркал. Воздушный поток легко обтекает их. Посмотрите на колеса. Это легкий и прочный пластик. Он прозрачный и создает ощущение трехмерной глубины. Много работы было над задней частью машины. Острая грань спойлера и эти четкие тонкие линии по бокам зрительно расширяют автомобиль. К тому же они очень аэродинамичны. Дизайн в стиле ограненного алмаза и цвет кузова очень гармонируют с черным салоном. В дверях и на консоли чудесные вставки цвета красного перца. Непривычные формы интерьера говорят на совершенно новом дизайнерском языке. Панели украшены графикой, чтобы подчеркнуть смелость автомобиля. А вот скрытый рычаг трансмиссии – очень красивый элемент, дополняющий облик машины. У «Амперы» полноценный четырехместный салон и багажник объемом 301 литр. Это очень практичный вариант, возможный лидер в сегменте семейных автомобилей. «Ампера» может проехать 60 километров только на электротяге и больше 500 километров с полным баком бензина. Заряжать батарею очень просто. Подключаете кабель к специальному разъему, а второй конец – в обычную домашнюю розетку. Через три часа машина заряжена и готова ехать. «Ампера» – прекрасное сочетание современных технологий и комфорта. Она наверняка понравится европейцам.